ну наверно начнем вечер добрый дорогие братья и сестры с вами священник константин мальцев это международный проект батюшка лав батюшка любовь мы говорим о христианской любви о взаимопонимании секундочку тут немножечко так напишите слышно ли меня я не знаю там глаз поставьте чтобы я понял что все нормально слышно потому что я пока не комментарий не вижу только вижу что три человека подсоединилась напишите пожалуйста слышно ли меня все на ли нормально нет ли у нас какого какого-то технического сбоя до добрый вечер очень рада вас видеть всегда жду именно ваших эфиров иногда просто слушаем спасибо господи людмила благодарю за доброе слово но у нас остальные бачки тоже очень хорошие интересно рассказывает я думаю стоит их тоже иногда да не надо часто послушать не у некоторых я стараюсь даже учиться вообще учиться надо всегда не учись от деградируешь слушаешь больше как минимум у мне кажется как максимум все таки раз вот ну что мои друзья честно говоря непростая неделя была не знаю как у вас напишите как у вас неделя прошла такое для обоюдного общения ради интереса у меня вообще сегодня такой очень тяжелый день был ну если хотите поделюсь конечно так на самом деле на этой неделе очень было насыщенная неделя много вопросов было порой они были банальные порой очень такие прям в тупик ставили я кстати сейчас некоторые открою я перед компьютером сейчас я некоторые открою почитаю естественно без имен чтобы не было понятно кто это и что это ну на самом деле интересные вопросы были так сейчас секундочку вот главное по теме да по теме значит ну вот сегодня у нас иванское чтение было давайте вспомним кратенько господь приходит в одной из селений сегодняшней скажем так палестин израиле и и многие слышат о том что господь пришел начинает нести к нему людей на носилках бесноватых приводить и он многих исцеляет и также учеником своим говорит что идите исцеляйте воскрешайте проповедуйте вот ну и вот один момент хочется подчеркнуть а значит и многие прикоснались к ризы его и исцеляясь то есть не просто обращали их с нему господь прикасался к ним всего лишь прикасались к краю ризы что такое риза это одежда и и господь исцелял многих именно по внутренней вере прикоснувшись к одежде это вот еще раз подчеркивает тот момент что прикасаясь в том числе к иконе там спасителя обращаясь к первообразу который изображен допустим на иконе мы неотъемлемо прикасаемся к святыне вот несколько вопросов которые задали мне на этого на этой неделе вот к примеру отец к сети скажите пожалуйста ко мне лучше молиться какому святому я запутался в жизнь не знаю как мне быть на самом деле очень частый вопрос мы не знаем как правильно поступить в той или иной ситуации и без неропомощи божьей но не выйти из этой ситуации конечно хорошо когда есть духовник можно с ним посоветоваться можно попросить благословения на то или иное действие он может или благословить или наоборот не благословить зная наши немощи душевно-телесные те которые как минимум открыли а духовно-то мы много открываем потому что берет на себя ответственность внести бремя скажем так окормление нас нашего вот и что можно посоветовать этому человеку который задал этот вопрос в молитвенном что что читать молитвенном есть конечно разные ситуации в его ситуации по что мы с ним немножко раньше переписывались я ему посоветовал почитать о кафе слава богу за все почему потому что в его ситуации его жизненность его проблема в том что он берет высокую планку но сам не готов ее преодолеть и когда немножко разочаровывается что не может ее преодолеть расстраивается озлобляется но здесь надо больше поблагодарить бога в его ситуации почему потому что господь ему и так дал то что он любит то что он хочет ему нравится и пора бы поблагодарить бога а не расстраиваться или же унывать если бы это какая-то другая ситуация была то можно было бы сказать почитай кафис молитву иконы божьей матери прибавление ума есть такая молитва икона и в принципе вполне было бы в ситуации актуальна вот но бывают разные жизни ситуации в этом человек в темнице сидит мы молимся николая чудотворца вообще с николая чудотворца давайте на россии хотите я вам расскажу мне сегодняшний день был вообще парадоксальный скажем так а вчера начал он вчера изумительно послужили мы я поехал к деточкам кстати у нас есть одна верующая женщина в ближайшее время вы видите видео которое смонтирую это и на из сочи которая вместе с некоторыми людьми собрала подарки для детей нашего детского дома ну сейчас он революционный центр для несовершеннолетних я отвез это все снял на видео фото дел нравится это вот доброе дело для детей разные так сумочки в которых и книжки были игрушки и конфеты какие-то там детское белье шапки одну шапку с миньоном даже и чтобы детей чуть-чуть повеселить я мерил порадовать их сердце сердца потому что эти дети очень много зла видели вот немножко пошутил с ними вот а вот сегодня скажем так необычный день был мы отслужили литургию и сегодня мне нужно было ехать за мощами у нас по епархии святыни возят особенно в строящиеся храма в одном якобы служу он вполне скажем так полноценно дееспособный а вот другой в небольшом хуторочке строим и храм в честь покрова приставил владычицы нашей богородицы вот и значит съездил я в периферию забрал мощи мы там со староста с некоторым другим приходилось певчи забрали и привезли их в храм мощи николая чудотворца спиридона тримифутского икона с мощами сапожок три милитрия спиридона тримифутского потому что мощи георгия победоноса значит кого еще а и самое главное как бы крест частичкой креста господня такие великие значимые святыни вот и уже ехали мы в центральный храм и буквально я немножко отвлекся на светофоре и чуть-чуть догнал другую машину перед собой конечно поцарапал ее там немножко покорябал ну незначительно но ремонт все равно нужно будет зачищать красить там местами по невнимательности к сожалению прости господвлекся но был не удивлен я вообще когда услышал историю как по другим другие батюшки в других благочиниях возили эти мощи все то думал ну дай бог чтобы меня это не коснулось а что коснулось я честно говоря был удивлен в принципе что у них так произошло но уже не удивлен что произошло у меня эта ситуация если вы хотите вы поставьте лайк что я правильно рассказываю а то может быть вам и не интересно так вечер добро тисконстантин то просто усталость да наверное устал я ну реально вот устал мы не стал уже отказываться от общения с вами поэтому несу свой крест дальше и значит что произошло в одном наш благочинный поехал другой благочиня забрать из другого района эти мощи и говорит батюшка чего вы так хрипите как кашляете хрипите когда за мощами ехал мы машиной вообще перевернулись машина просто разбитая наружу не восстановить ее говорит когда уже с мой благочинный когда мы везли в основной храм то нас так занесло что мы с чудом не перевернулись оказались на поле и вот я думаю когда я чуть-чуть этого человека догнал конечно мы оформили там страховки все как положено здесь искренне попросил прощения что вот по внимательности как бы там не значит там бам краска конечно подрал краску вот у меня бампер немножко сильнее выгнула чем ему ну не суть важно виноват значит виноват прости господи за невнимательность вот и что это со мной произошло возникает вопрос а почему так вообще происходил с одним батюшкой с другим батюшкой ведь святыни принципе то везем я понял поймал себя на мысли с одной стороны когда вот в станете в хутор мы везли мы там песнопения слушали сами пели песнопения то есть находились более в благовейном в чутком скажем так состоянии находились понятно что муж мощи ведь взем это такая святыня великая ну да я сегодня попал немножко в аварию по моей вине вот а когда уже в центральный храм везли как то я уже не столь внимательно и уже более как обсуждали как мы съездили как приехали то есть такие праздные разговоры и вот наверно господь за неблаговейное состояние наверно попустил вот для вразумления эти вещи потому что если возьмем хотя бы одного из святых которые мы мощи сегодня возили по храмам например николай чудотворца да к нему наоборот молятся путешествующие водители почему вы может быть прошли спросите но в житие его было такой момент когда поднялась буря и он молился ко господу чтобы она прекратилась допустим когда мощи с мерлики и лики перевозили в баре многие хотели бы себе святыню взять часть мощей у и пока все мощи не вернули врагу то чуть-чуть потише сделаем вот опять-таки буря не успокоилась и вот вам возникает в такой момент почему да потому что все оказывается наши проблемы в том числе и вот это незначительная ситуация со мной которая произошла это все от нашего нечуткого и трепетного не трепетного состояния скорее всего чуть-чуть еще тише сделаем классика играет инструментально вот вам такая ситуация которая произошла сегодня у со мною юлия здрасте здрасте юлия ну давайте наверно ваши вопросы которые у вас есть с радостью потому что ну подустал я немножечко пока вы пишите свои я вот открою здесь которую у меня еще задавали чтобы вам ответить в их лице скажем так и может быть вам они будет полезно пишите пожалуйста свои вопросы я пока вот найду другие скажите пожалуйста батюшка вам было страшно сегодня да нет вы знаете у меня была одна авария жизни на она она мне очень закалила так скажем как стали была такая ситуация когда я поехал на перекрестке на зеленый свет уже поехал ничего не нарушая на скорости в мне в боковую сторону влетела десятка и влетела прям капитально у меня подушки безопасности повылетали я таким чудесным образом между забор ограждения и светофором прям так тютя тютя вошел и у меня хвост повис в воздухе и когда гаишники и смотрели на это все вот смотрите сейчас метр еще вы прокатились и вы стали на крышу переворачиваться а там забор был и столбы такие и в один из столбов прямо небо в бок стекло зашел бы и в меня бы мог ударить этот столб то есть вот так господь сохранил и после наверно той аварии я уже как-то по это практически не почувствовал именно психологически побоялся нет не под не побоялся ты тогда наверное не сильно но был конечно стресс но не не такой чтобы я там как-то в какой-то истерике был понимаете когда мы находимся в общении с богом молитвы мы понимаем что все жизненные какие-то ситуации где-то для смирения попускает господь где-то для вразумления вот сегодня это для вразумления было потому что я провел неблаговение к святыне который перевозил который вез уже в храм поэтому но тут так вот но и мои родные пишите вопрос а я сейчас вам почитаю другой так вот интересный вопрос мне задали послушайте отец константин добрый день прошу прощу простить за беспокойство нужен ваш совет моя 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 мама думает что раз я на посту и не я мясо то я ноги таскать буду что ей приходится терпеть хотя всячески уже не первый раз ей твердила что я совсем не страдаю того что не ем мясо а наоборот лучше себя чувствую но она и слышать не хочет в итоге я психанула и ей сказала о том что хочу пусть будет так как она хочет я тогда буду есть мясо брошу пост и не будет ходить церковь но про себя решила все равно буду поститься и и ей уже не буду ничего говорить и даже про то что хожу в церковь потому что сколько осуждений в мой адрес что мол верующая а ну возраст я не буду говорить какой ну до 30 лет ей а вопрос в том как правильно все так просто все время врать маме чтобы она не волновалась нужно ли все всегда говорю то что есть на самом деле и стараюсь не врать но моя правда ей не по душе как бы вы допустим ответили нужно или скрывать что она поститься нужно ли врать напишите свои комментарии а пока вы пишите мне тоже интересно ваше мнение я отвечу что я ей ответил все таки напишите свой комментарий мне интересно ваше видение этой ситуации как ваша бы душа отнеслась к этой ситуации напишите что я ей ответил конечно же послушание в том числе родителю превыше поста и молитвы врать это лукавство обмана во благо это глупость нету такой добродетели чтобы обманывая сделать кому то лучше один грех порождает другой и как снежный ком нарастает проблема рано или поздно ее мама может узнать что она ее обманывает еще больше произойдет надлом отдаление и недоверие я считаю что в этой ситуации нужно сказать маме мама прости я тебя обманула потому что чистота сердца и совести лучше всякого обмана и попытаться какой-то компромисс потому что если ты обманываешь и лжешь близнему человеку смысл поста теряется потому что главный смысл поста это борьба со грехом а не один грех заменить другим в ее ситуации найти компромисс со своей мамой если она допустим не вкушает мясо сказать что я буду вкушать молочку там скорую там яйца ну вот только мясо я не буду вкушать но хотя бы в какой-то толике когда естественно мама или ближний человек может это это не не единичный вопрос такого плана увидишь что это не фанатизм что это возможно поститься и не падать с ног я думаю человек доверится в том числе говоря о ее маме и я думаю они друг друга поймут услышат а если бить себя в грусть что я православный я пощусь и поступать неправильно обманывать это не пост это уже вот это диета наверное тогда получается пост это когда ты больше творишь добродетели и чистить свою душу покаянием примирением это пост вот так ну еще я предложил поговорить с ее мамой по ватсапу по телефону ну кому нужно я даю свой телефон и мы общаемся по телефону так что можете добавляться в друзья всем нашим батюшкам ко мне я всех практически принимаю в друзья за этим исключением когда не принимаю если там какая-то пошлость или портнография вот тогда не принимаем вот и конечно очень рад пообщаться по телефону по ватсапу чаще всего если это дорого звонить вот ну вот такая вот ситуация давайте посмотрим что вы написали так сейчас секунду так мне сказали родственники что не верующие постятся что не все а прошу прощения что не все верующие постятся на что я ответила что не все верующие и ходят в храм да все правильно так добрый вечер отец константин у подруги юбилей собираемся отмечать понимаем что грех но не можем отменить праздник как правильно поступить в этой ситуации как серафим саровский если есть какая-то вот причина не обманывая на самом деле допустим вам нужно сесть к родителям вроде как стечение обстоятельств но если на самом деле есть уважительная причина которую вы могли бы этот юбилей скажем так избежать и не набраться греха выберите если нет и чтобы человека не обидеть пойдите на юбилей поздравьте обнимите от меня поклон передайте сильно себя тоже святошую не стройте почему вот я пощусь это мне нельзя это то нельзя в меру сил своих салатик может вы скушаете пюре постарайтесь там в крайнести конечно не впадать но немножко чтоб людей в искушение не вводить покушайте там может чуть-чуть вина пригубите но когда уже все это пройдет обязательно покайтесь в этом и возьмите по возможности на себя какой-то подвиг ну не знаю там сугобо поститься там три дня недельку то есть как противовес тому что вы оступились в грехе дабы еще больше грех не вести людей то есть дайте противовес чаши весов но обязательно покайтесь что дабы не вести в искушение людей я оступилась в том в том грехе это вот для вас татьяна и кому может быть актуален этот ответ слышали вы не слышали слышно ли меня напишите а то может я уже сам с собой разговариваю а нам в субботу в храме батюшка сказал проповедь ну прям в точку про исповедь и пост аж стыдно стало всем нам с одной стороны это неплохо стыд как святойцы говорят это голос божий внутри нас так приветик с урала приветик о этого я человечка помню у него китайские иероглифы мы еще разбирались что же за иероглифы такие здравствуйте а можно а можно самой себе свечу за здравие ставить а почему нет пожалуйста каким образом приходим милосердный господи подкрими мое здравие душевное и телесное дабы я жил или жила не как животное только лишь потребительский а благодаря разумной душе которой ты мне дал поступать добродетельно благоразумно тебе угодно аминь поставили свечку к бескровную жертву и полагрели господа кстати за милость если вам милости не за подаяние мы с ребятами нашим молодежь православного центра романский благовест сняли второй каретметражный фильм на стене нашей любовь вы сможете увидеть название этого каретметражного фильма хлеб или на хлеб посмотрите я думаю вам будет интересно как поступать правильно давать ли милостыню или отказать милостыню и если отказать в какой ситуации посмотрите мы старались ну вы главные судьи нашего скажем так творчества ну и я бы очень был вам благодарен если бы вы предложили новые идеи для новых каретметражных фильмов я был бы очень благодарен так уже без меня тут начали общаться смотрю все нормально слышно благодарю ответ во славу боже здравствуйте здравствуйте где бог где живет он везде суч он везде есть и рядом со мной есть и когда я под одеяло залезу и там он нету ни границ ни пределов никаких то стен и заграждений потому что он в сердце ведется он видит то что у тебя в сердце эко это грех но в определенной степени да объясню почему вспомогательный момент когда скажем так помогает подсадить семя мужа это не грех а вот эко в коей-то мере да не в коей-то наверное грех почему потому что оплодотворилось к примеру из-за там из 5 эмбрионов да что одного подсадили а 4 что убить абортировать это тоже самое аборт поэтому конечно в коей-то мере это грех ну очень индивидуальный это очень индивидуальная тема которую нужно безусловно обсуждать с вашим батюшкой с духовником очень это тонкая грань в которой вот так однотипно сразу все никаких и никак лучше не дерзать хотя в концепции а заеха говорится что ну это все-таки в общем мнение церкви конечно это ну эти эмбриончики это уже люди это дети это души потому что что такое эмбрион это уже человек в котором и тело и душа прошу прощения объясню почему душа святые отцы говорят не может развиваться и жить существовать то в чем нет жизни а жизнь только может быть в том в том в том есть душа в рыбах есть душа в птицах есть душа откройте священописание и господь говорит сотворю душу живую да произведет вода душу живую то есть есть но у нас она разумная за свои грехи а у животных она неразумная поэтому они не каются и не будут отвечать за свои грехи пред Богом так сейчас скажите есть такое сороку за здравие есть в церквах нужно заказывать или только в одной это по вашему желанию сорока уст это сорок служб или если нету каждодейной службы то сорок раз как минимум по минуту а здравие есть за упокой сорока уст вот скажем так маслом маслом кашу не испортишь если вы их хотите чтобы больше людей помолилось в больших храмах монастырях можно в разных и заказать в этом лукасном мудрования нету чем больше молиться тем скажем так нельзя сказать быстрее господь услышит но в любом случае для души это более полезно мы же мы с вами церковь если как я всегда говорю если не будет церкви кто то есть нас с вами то церковь что никому не нужны не нужное здание поэтому наша задача друг друга тяготы носить в том исполнить закон христов я смотрел вас в виде я рад напишите комментарии может что то не так в чем то мы не доделали я очень к доброй критике хорошо отношусь батюшка скажите а молитвы очищает душу безусловно особенно я вам скажу канон покаянный очень такой хороший канон последование которое именно о покаянии души и вот смотрите молитва господу царю небесную царю небесную утешителю души истинной и же везде и все исполняя осталось даже уже с молитвы сбился и же везде и все сокровища благих и жизни подателя приди и вселись и очисти от всякие скверны а в чем скверна заключается в наших грехах она заключается вот вам молитва святому духу неотъемлемая вот я вам прочитал молитву которая очищает нашу душу пейте Бог живет в каждом человеке из нас да почему соглашусь с этим потому что душа это частичка Божия нас Елен здравствуйте здравствуйте скажите а все могут подавать милость все могут Бог где живет Колян молочек правду сказал так да конечно милость не милостью не объединяем от подаяния ближнего а будет время может попадут на сегодня на коне а завтра в нищете да кстати мне одна притча нравится такая никто не застрахован да все правильно значит притча значит одна женщина хотела по домам сейчас я не переключу вот одна женщина ходила по домам и просила милости и вот произошло такая кто что давал кто хлеб давал кто там одежду давал а вот одна дала рваный платок который по сути ну на мусорку только выкини и все случилась беда та деревня и дома все были деревянные и у людей сгорели жилища и этой женщины которые давали подаяния она стала теперь разносить что дал то и пристала давать каково же было той женщине которая дала рваный платок она получила не столько лишь радость сколько стыдливость от того что ей достался рваный платок который она по сути никуда и применить теперь сама и не может вообще еще одна мне причина нравится если хотите расскажу мне чтобы я понимал нравится вам не нравится там лайк или чего-нибудь какой-то пишите во много я еще не дошел до конца а лайк сразу я вижу нравится мне все рассказываю нравится мне еще одна причина я как-то давно прочитала недавно вот вы видели у нас в инстаграме я ее выложил опять ну и здесь по-моему в нашем нашей группе видел значит человек всю жизнь мечта купить дом чтобы у него сад был с яблоками чтобы он мог делиться радостью в том числе а сосед всю жизнь живу так вот скомонно строптивый злой завистливый и вот когда он узнал что все-таки купил соседний кто-то дом он решил вот свое внутреннее состояние так вот выплеснуть и взял ведро и туда мусора наложил и высыпал это ведро под порог этому новому хозяину тот увидел мусор собрал выкинул другой день видит мусор догадался от кого это зло происходит он взял ведро набрал туда яблок пришел стучится к нему в дверь тот открывает он говорит вот тебе яблоки а что это зачем это он говорит ну каждый делится тем что у него есть очень мудрая притча мы должны на зло отвечать все таки чаще всего добром если не в прямом смысле но хотя бы прощать потому что человек тот остается в своей гниле в своем мусоре а мы остаемся в чистоте души а как только мы начинаем отвечать тем же самым по сути тем же мусором и живем надеюсь вам понравится причем я вообще люблю очень притчи если хотите я вам какую-нибудь буду подбирать притчу в эфирах рассказывать добрый вечер батюшка говорят что рок музыка это музыка сатаны но с другой стороны это тоже коммерция равно как и рэпоп и диско и вы знаете тут вот музыка музыки розни проявление понимаешь понимаете вот говорит хвалите господа во псалмех псалтырях и гуслях кимвалих то есть что такое псалтырь кимвали там доброгласно да это трубы барабаны то есть хвалите господа если с этой точки зрения подойти и это каким-то образом просляет господа может быть приемлемо но во всем должно быть благоразумие если это тяжелый урок когда ломают гитары там с ума сходят беснуются это конечно недопустимо это абсурд это уже как минимум противление нормальному состоянию души аномальное скажем так проявление если это ведь есть некоторые исполнители допустим есть хорошие песни духовные есть я слышал по моему отец максим есть батюшка который читает рэп и очень глубокий смысл есть по моему вконтакте у меня в моих аудиозаписях есть несколько произведений которые он читает рэп опять таки вот пришел батюшка к молодежи который увлекается рэпом начать рассказывать на своем языке может быть они не так поймут а когда он прочитает может быть рэпом о боге может быть через это кто-то и придет богу то есть я очень был бы осторожен в проявлениях но очень чутким был бы в содержании потому что тут надо очень аккуратно ну ладно застрели очень внимание поэтому православие на очень много человечество как преображалось на капище строились храмы некоторым праздникам язычники христианский православный смысл придали преобразив его то есть православие преобразило многие вещи которые были скажем так полулукавые или лукавые ну вот так вот так сегодня почитала у Иоанна Кроштадского что означает длительная молитва получила полноценный ответ я рад за вас дальше жизнь это долгая разлука перед смертью да в православии нету смерти я вас удивлю нету нас у нас есть успение если наше успение в боге то для нас не страшна смерть потому что мы мы любим бога и для нас это мы ее не ускоряем мы ее не приближаем мы живем и радуемся что нам господь дает трудимся а не ждем пока нам с неба мана упадет мы благодарим бога за радости и скорби потому что благодаря скорби мы становимся небезразличием скорби других поэтому для нас смерть все мы понимаем мы не вечны но вот как это успение как мы уснем для этой временной жизни как очнемся для жизни вечной это вопрос поэтому разлука может быть разлука с богом но она и долгожданная но и не скоротечная скажем так мы ее не ускоряем в том плане фильм очень понравился добрый правильно спасибо господи благодарю я читаю 50 псалом и вот и я согрешил вот и немножко может быть я уже упустил ну читайте помилуй меня боже хороший псалом вообще откуда появились эти покаянные псалмы вы помните что царь Давид стал вступаться в разные верования своих многочисленных жен которые из них многие были язычники и когда стало приходить ему осознание что он творит вот появилось побуждение вот в этих молитвах ведь что такое псалом это та же самая молитва молитва это общение с богом богородицы святыми поэтому он стал скажем записывать эти молитвы как внутреннее свое состояние скажите почему человек после церкви выходит и плачет это плохо вообще в идеале лучше бы он в церкви плакал но не как истерикоз это психологическое уже такое заболевание а от сокрушения что господи прости я грешник я грешница я пришла к тебе в храм я вижу тебя на кресте распятого но что я сделал для того чтобы самой тебя не распинать на этом же кресте в каких грехах я покаялся чтобы облегчить твои страдания какие я добродетели сделал чтобы тебе было отрадно за твое творение и многие просят господи сподоби меня слез покаяния которым омывается наша душа ну а когда выходим после храма ну может быть тоже это хорошо но опять-таки насколько это слезы от того что может быть мы не соответствуем той чистоте которую должны иметь может быть это хорошо тогда да не а если это какие-то то саможеление это большая степень гордыня это грех то есть но опять-таки все индивидуально вы видите что я очень всегда стараюсь индивидуально разбирать тот или иной вопрос давайте дальше а как она называется эта молитва царю небес наверное я читал наверное там много уже наверное вопрос накопилось а почему в храме иногда около иконы Иисус Христа гасят лампаду не знаю честно говоря зачем гасят не могу ответить на этот вопрос если это время когда храм открыт то лампады горят если это уже естественно служба закончена храм закрывается то лампады естественно гасят в целях безопасности а куда душа одевается как курговорот воды в природе туда и приобретать небы комаром прилететь напитаться к крови и умереть умер в православии нету рекорнации у нас есть один путь который мы должны прожить как люди как творение Божие а не как животные чисто потребительские все для меня и вокруг меня в православе нет понятия рекорнации так люди зависть губит души может быть да батюшка для чего Бог посылает болезни человеку для вразумления как педагогический момент такой чтобы он жестокосердечным не был вечер добрый Константин вечер добрый Олег коли болезни не от Бога по разному бывает бывает от нашей глупости допустим мы шли раздетые на улицу допустим дождь идет или снег Бог ли в нашей глупости виноват нет поэтому не всегда болезни попускает Господь так прощать тяжело особенно перед иконостасом стоя вот перед иконостасом не тяжело а вот прощать человека который твой ближний человек допустим супруга друг вот его тяжело прощать потому что ты чувствовал от него любовь и почувствовал обиду а перед иконостасом ты стоишь ты не видишь этого человека тебе не нужно с ним общаться а совесть обличает тебя это хорошо что одно дело сказать а другое дело на самом деле простить так коля бы сказал за что привет отче приветствует дальше батюшка можно в храм ходить в школьных штанах но в многих храмах есть такие юбочки которым обернуться можно поэтому идете если там допустим у вас храм по пути школы вы идете в школу или со школы и хотите зайти то зашли юбочкой обернулись платочек одели помолились и пошли дальше штаны это узкая одежда все таки еще и вредная для скажем кровообращения малого таза скажем так отчего потом кесарева и тому подобное батюшка Максим читает добрый рэп да недавно я слушал да я с ним переписывался я пытался его пригласить в наш проект я видел его проповеди у него очень хорошие пробуйте хороший батюшка ну говорит очень я занят не совсем у меня время хватит ну какие то вещи мы будем размещать его мне понравилось музыка началась с воды ветра и ветер певчика я уверен для для того чтобы душа пришла в нормальное состояние от греха бог послал болезни человеку ну по разному чем бывает по разному господь бывает и радость посылает чтобы знаете как маслом смазывают вот мы деталь какую то которая скрипеть начала боженька нам дает доброе какое то делание допустим успехи детей наших пятерки не принесли а мы были в печали грузились а тут приходит сыночек или дочек папа посмотри я пятерку получил а мне так тяжело это тебе радость на сердце и никакой печали поэтому боженька по разному нам дает и проявляет свою любовь батюшка как понять лукавство и бес понять лукаво и бес да никак не понять вообще не совсем понял вопрос но вот может быть это к этому может в каком состоянии ты находишься у меня компьютер потух сейчас секунду святые отцы говорят если хочешь увидеть беса в гневе подойти к зеркалу тогда ты увидишь беса а искушение от беса это или нет тут можно и перемудровать если нет духовного опыта лучше не мудровать молитесь чтобы это отошло уважаемый отец константин удачи вам и мир вашему дому пошел я спать ангела косну вам я сам сегодня 4 часа толком спал фильм сегодня грузил в интернет потом размещал надеюсь вы посмотрите понравится вам здравствуйте вот и я захожу в церковь и прямо начинаю плакать на взрыд комом в горле и я не могу остановиться но если вам от этого легче потом становится я очень рад самое главное чтобы это не истерика была а именно плач о грехах николай бог дает испытания человека чтобы додуматься чтобы менять лучшую сторону свою жизнь по скорби болезни и батюшка в точку на сто процентов сказали не понесешь не поймешь как другим больно Вот я дал Богу, только Бог с большой буквы С маленькими буквами пишем языческие богов Богу на исповеди обещание И согрешил мне батюшка говорит Читай молитвы, они очищают душу от греха А на исповеди душа заживляет раны По-разному исповедь может В плане профилактики быть Потому что есть у нас каждодневные какие-то грехи Ну, к примеру, ленья, празднословие Вот мы профилактически, скажем так, каемся А есть глубокие грехи Допустим, даже страсть есть Вот, допустим, табак курение – это страсть Грех – это когда один раз ты сделал, оступился, покаясь и больше не делаешь А страсть – это многократно повторяющийся грех Вот тогда уже это и операция, и хирургическое вмешательство Так, так, я с вами согласен дальше Я уже не знаю, с чем вы согласны Я пока дошел до других вопросов Не знаю, с чем вы согласны Батюшка, а в гроб ложат Почему? Чтобы в печи с треском гореть Ну, скажем так, в православии нет традиции кремации Это исключительный момент, но это уже больше человеческий момент И особенно в городах, где вообще проблема с захоронением Это, наверное, безысходность такая Вот Конечно, в нашей доброй традиции – захоранивать А еще желательно не вскрывать Батюшка, не могу простить измену жены Прошел уже год, брак распался, детей трое А что вам дает, что вы не прощаете? Вы счастливой становитесь? Нет Вас гложет, вы ее где-то ненавидите, тихо-молча У вас накапливается внутри злоба Вы болеете душой Притаете Она оступилась в грехе? Бог и судья Ну, у вас трое детей И уже за это вы должны благодарен быть Богу и ей Что она не сделала аборт Я думаю, вы детей своих любите В чем-то вы не досмотрели В чем-то сами, возможно, виноваты Что она оступилась в этом грехе Поэтому нужно ее отпустить в ее грехе Она пусть покается А вы покаетесь, что, может быть, в какой-то момент Не стали той благоразумной главой, которая вела к Богу семью Поищите в себе какие-то изъяны, почему так произошло Но если вдруг вы не найдете их Поблагодарите Господа Что так все-таки произошло Возможно, Господь отвел ее от вас И неизвестно, будет ли что-то лучше в вашей жизни Может быть, другая женщина будет И сердцем и душой вас возлюбит И вы вместе пойдете опять к Богу И ваши деток будут любить, молиться о них Разные жизнестации будут Конечно, когда брак распадается, это нехорошо Особенно, если он когда венчанный Благословен в таинстве венчания Бога Но если уже вот так произошло Есть смысл попытаться простить Примириться Если она осознала свой грех Покаялась в нем И восстановить семью Начать, может быть, учитывая Ошибки с белого листа Потому что каждый из нас может наступиться Если уже этот момент безвозвратный Она уже живет с тем мужчиной Пусть живет Пусть живет, пусть счастливо будет А вы будете счастливы, что у вас Открылась новая страница И остались добрые плоды от вашего союза Дети Я не могу ответить за вас Но я могу ответить за себя Я самый счастливый отец У меня есть дети, которые мне подарила супруга И какие бы у меня с ней, возможно, не были отношения Я все равно и благодарен Что у меня самые лучшие дети на свете Немножко я, ну простите Что долго так остановился Батюшка, можно раскаяться в грехах своих Госуду просто на исповеди На все грехи И вспоминаю Есть соборования Святые отцы горят На них прощаются Во время Таинца Соборов Прощаются те грехи, которые вы не помните А не те, которые скрыли на исповеди Вот участвуйте в Таинце Соборов Тем более великие посты Во многих храмах сейчас Соборный проходит Я собор был уже в нашем храме Каяться вам Вспомнили? Запишите Некоторые вот у меня прихожане Они каждое воскресенье Исповедуются, обречаются, готовятся И в течение недели они вспомнили Выписали на листик Вспомнили, выписали Потом приходят на испыть Каясь, Господи В этом, в этом, в этом И как в паргалочке Они зачитывают Они вспомнили И сокрушаются И каются Батюшка Константин Как поступить в моем случае Мои близкие неправильно Мои близкие поступили неправильно Со мной Виновные И сами На меня обиду держат Попытайтесь поговорить с ними Попросите прощения Если в чем-то ваша вина Если не хотят с вами общаться Не прощают Бог им судья Молитесь о них И о своем вразумлении Со временем Может пройдет время Утихнуть эмоции И тогда уже вы Примиритесь Найдетесь общий язык Здравствуйте Вера говорит Здравствуйте Верочка Скажите пожалуйста Как жить И не грешить Невозможно Не грешить Ведь весь мир Окружающий нас Это соблазн Да Но вот Заметьте Господь пришел на землю На сон На сон грядущий В силе православных христиане Молятся Не все Кто не дает Лень Кто в этом виноват Мы сами Кого там обвинять Себя Господь Господь дает Свободу выбора От нас Зависит Соблазн Для грех Для нас Услаждаемся Ли мы Или боремся С ним Так Нужно читать Многое не поняла Ну что непонятно Вы пишите Будем вместе с батюшками Что-то отвечать вам Отец Алексей Он вообще очень интересно О священном писании Рассказывает Мне очень самому Интересно Всегда посмотреть его Так Не так Надо Зеркало Положить В воду И там увидишь Если тебе не вес То изображение Поменяется Ну может Все-таки Из бабушкиных Таких Прибауток А если вдруг Птичка на водичку Села Или водичку Попила А значит Вы вообще Одержимый Я бы Водичкой Не экспериментировал Потому что Водичка Она может Искажения давать Вот Прям Повеселили Как часто Надо причащаться Минимум Четыре раза в год Минимум Когда у нас Посты Посты Это сугубое Время для души Святые отцы Некоторые говорят Что Кто Исповедуется И причащается Реже Чем раз в месяц Того Душа и тело Славнят И лукавым Может Отворить с ним Все что угодно То есть Месяц Это такой Критерий И когда Минимум Нужно Причащаться Раньше Вообще Первые христианские Время На каждую службу Причащались Потому что Могли В любой момент Их жизнь Могла закончиться Мученицки Сегодня у нас Нету Таких гонений Слава Богу В России Ну Так может быть Не всегда Поэтому Как минимум Раз в месяц А более Это же конечно Как ваш духовник Благословляет Как вам лучше Так Вера Вот ответ На твой вопрос Чтобы не грешить Нужно знать Что Добро Да Дальше Дальше Привет Привет Главное Нужно знать Та Ухит Не знаю Что это такое Это Увер Уверование В единого Бога Нашего Создателя Первый раз Такое слово Слышу Так Из Баум Бауманки Баума Баумки Ой давайте Я честно Чувствую Так Давайте Что более актуальное Тогда буду читать Наверное Очень много Там уже накопилось Так Значит Когда православный человек Умирает Его даже В морге Нельзя Вскрывать Нет Тут момент Можно и нельзя Это такой Второстепенный момент Почему Нежелательно Вскрывать Я не скажу Что нельзя Нежелательно Тело Без вскрытия Не вскрытого Успеть По разному Да Бывает Вообще Мы по закону Можем отказаться От вскрытия Так Да Башки Да Вот так По сути Вообще Людям Нельзя Вскрывать Тело Его Омывает На последний Путь Ну да Так Я Староверов Молодые годы Я крестил Православную Дочку Моего Друга Это вопрос Или утверждение Честно говоря Не совсем понял Сергий Во-первых Не выкрестили А крестил Батюшка Даже Господь Крестил А батюшка Обращался К Господу Чтобы он крестил Сказать По молитве Его 17 марта Дай Бог Все будет хорошо И я Записалась На собор Я очень радовалась Батюшка Когда Следующее Собор У вас Я честно говоря И не помню По-моему Через неделю В субботу В 10 часов И через неделю Если не ошибаюсь У нас есть Ватсап Группа Нашего Храма Кто захочет Я вам Скину Свой номер Телефона Кто захочет И потом По этому Номеру Телефона Батюшка Батюшка Напишите Добавьте Мне Ватсап Группу Я вам Дам Ссылку Вы В этой Ссылке Зайдете И Будете В чате Ватсап Нашего Храма Где мы Общаемся Где Вопросы Тоже Обсуждается По разному Бывает Здравствуйте Батюшка У меня Вопрос Почему Бог Допускает В рай Сатану Чтобы Тот Искусил Еву Почему Бог Не Уничтожил Сатану Тут Утверждать Не могу Это чисто Предположительный Момент Почему Не Уничтожил Потому Что Дал Человеку Свободу Выбора Чтоб Человек Мог Сам Выбирать Быть Богом Или Слукавым Делать Добро Или Зло Потому Что Господь Человека Не Создал Робота Или Как Часовщик Сделал Часы И пусть Сами Теперь С собой Идут Когда Никогда Их Подведу А Господь Как Вы Видите Седьмой День Не Почил Своих Дел Не Отдыхал А Седьмой Длится До Сегодняшнего Дня Посмотрите Сколько Святых И посмотрите Господь Сам Приходил На Землю Он Ведет Попечение О Своем Создании Он Подсказывает Он Поделит Но Не Забирает Свободу Выбора У Человек Почему В рай Допустил Потому Что Опять По Тоже Самой Причине Так Ну Старовера Как бы Секты Их Не Назовешь Может Быть Даже Когда-то Русско-Православная Церковь Соединиться Молитвенно Старовера Есть Разные Цветления Скажем Так В том Числе Староверов С Которые Уже Присоединились К Лону Русско-Православной Церкви Так Истинная Религия Какая Православная Кстати На моем Есть Видео Которое Когда-то Я По просьбе Одного Мусульманина Снял Истина Что такое Истина Посмотрите Я думаю Вам интересно Будет Так Христианство Истинная Религия Правда Ли Что Если Расходятся Люди Это Большой Грех И Почему Почему Потому Что Надломляется Союз Любви Если Жить Больше Вместе Невозможно Если Есть Дети Они Будут Болеть Из-за Развода Родителей Дети В любом Случае Очень болезненно К этому Будут Относиться Потому Что Невзирая На Ссоры Родителей Они Любят И одного И другого Я Очень Часто Пощищаю Малоимущих И при Всем Этом Вы Даже Не Представляете Насколько Все Равно Любят Дети Они При Них Бьются Они Бьют Детей Они Там Такую Порнографию Устраивают На Глаза Детей И Они Все Равно Любят Своих Родителей Тяжелая Тема Я Очень Деточек Любил Мне Люблю Мне Очень Тяжело Общаться На Эту Тему Когда Я Вижу Что Происходит Часто В Семьях Как Деточки Страдают Из-за Из-за Глупости На Взрослых Они Не Виноваты В Этого Серега Хочешь Почему Он Допустил Есть Ответ В Коране Там Все Подробно На Там Писано Коран Это Скажем Так Следующая Книга Которая Впитала В себя Многие Большую Часть Священного Писания Которая Определьным Образом Преобразованная Ну ладно Я не буду Сейчас за Коран На Коране У нас Православие А не Коран И не мусульманцы Поэтому Я буду На Православие Акцентироваться Так Привет Друг Я тебе И так Отвечу Да Христианство И есть Настоящая Лигия Просто Каждый Молится По-своему Очень Привет Привет Что Такое Пестун Стуем Пестун Стуем Не знаю Что такое Спасибо Вашка За ответ Правда Ли Что Если Расходятся Люди То Опять У меня Монитор Потух Прошу Прощения Сейчас Большой Грех Ну Давайте Да Я отвечу Я немножко Так За деточек За деточек Сегодня У нас Есть такое Понятие Не церковный Развод А брак Потерявший Каноническую Силу Естественно Он Утрачивается В разных Ситуациях В том числе Когда Происходит Издевательство Одним На другим Чаще Все это Со стороны Мужчины Там Когда Нет желания Лечиться В грехах Наркомании Винопитии Психологическое Заболевание И много Много Других Можно Перечислить То есть Это Причина Для Ну Раньше Назывался Как Церковного Развода А сегодня Как брак Потерявший Каноническую Силу Особенно Если Дети От этого Сильно Страдают И Нет Возможности Изменить Как-то Ситуацию Если Не Слышат Противица То Это Причина Для Такой В кавычках Развода Так За бабки Что За Лечко Бог Деньги Берет Как Вы знаете На глупости Не отвечаю Один Бог Наш Христос И Нога Бога Не знаю Батюшка Спасибо Вам За ответы Вот Почему Ты Хочешь Пойти В церковь А там Батюшки Злые Они Замученные Чаще всего Они Злые И Бывает У них Раздражение Чисто Как у Людей Потому Что Поверьте Не все Люди Так Приходят В том Числе Хорошие Бывают Далеко С Невысоким Интеллектом Бывает Ты Боишься Что Вообще Сказать Люди Там Злые А так Хочется Прийти Поговорить Поисповедоваться Ищите Тут Храм Здесь Батюшка Вам По душе Но Не столько Батюшку Ищите Сколько Ищите Бога Потому Что Все Материальное Это Никак Богу Не Относится Священник На исповеди Он Свидетель Он Помощник Но Вы Не Мукайтесь Богу Поэтому Не Идализируйте Когда Мы Идализируем Мы Забываем Кто Идеал Идеал Только Бог А Человеку Свойственно Оступиться Любому Не Суть Важно Кто Президент Патриарх Мерянин Священник Каждый Человек Имейте Немощь Души И Тело Ватсап Это же Сатанизм Вам Рази Вышим Не Запрещается Интернет А С вашим Ну Глупость Ладно Даже Не буду Реагировать А Если Христианин Совершит Суицид Он В ад Попадает Если Просто Душа Умирает Душа Не Умирает Если Есть Возможность В рай Попасть Есть Возможность Посмотрите Как минимум На иконы Вот Все Святые Которые Вы Видите Они В раю Просто Господь Их Сугубо Выделил Для Нашего Скажем Так Подкрепления Как Пример Для Подражания Ну Может Как Советское Время Там Какие-то Герои Были Да Но Это Выше Скажем Так Героизм Это Пребывание С Богом В раю Первая Часть Да Суицид Если Человек Совершил Суицид Он Конечно Попадает В ад Только В одном Моменте Мы Можем Отпеть Человек И молиться За него Ну Опять Попадет В ад И в рай Это Не нам Решать Это Господь Решает Открывая Книгу Жизни И смотря Что ты сделал Добро Что плохого Если человек Психически больной Реально Не контролирует Себя Психушки Допустим Лежал То Такого Человека Мы можем Отпевать Очень Идивидуальный А если Он Нормальный Был Но По какой-то Причине Все-таки Сломался Ну Многие Мы ломаемся В одной И той Ситуации Только Одного Закаляет Та Или Нас Ситуация А кто-то Вот того Человека Мы уже Не можем Отпевать Так Ада Нет Поверьте Есть Даже На земле Есть Некое Состояние Что это Ад На земле Как Социальный Так И душевный Когда Человек Находится В постоянной Духовной Гнили Осуждает Злится На всех Разве Это Не Ад Человек Несчастный Он Находится Уже На земле В аду А Когда Он Умирает Ад Для него Продолжается Уже Вечность Что Поп Что Поп Что Ли Ух ты Какой Вы Наблюдательный Поп Пастырь Овец Православный Стараюсь Быть Достойным Пастырем Любящим Пасту Так Андрей Заплатишь И в рай Это Католикам У них Индульгенции Контрибуции Были Так Дальше Это Ваша Келия Ну Что Там Можно Сказать И так Дены Как Вы Видите Да Десяток Лет Уже Ремонт Не Делался Да Это Домой Я приехал К Своим Деточкам К Семью Радость У меня Такая Как Вы Пришли К Вере Ну Очень Неоднозначно Ого Мы Общаемся Я думал Полчасика Мы Уже Общаемся Больше Час Ну Давайте Быстренько Сейчас У нас Опять Заглючит Эта Эфера И он Весь Не Сохранится У меня Почему-то До Часа Только Сохраняется Нормально Как Пришел К Вере У меня Папа Священник Он Сегодня Служит В городе Беслане Где Тарак С Деточками Был Я Видел Священников С которыми Он Общался Священники Как Алмазы Отец Николай Гурьянов И Много Других Перечислить Я Видел Настоящих Священников А не Требо Исполнителей Я В В Нескак Раз Любовь Божия Поэтому Другого Пути Для Себя Уже Не Нашел Как Ити К Богу Так Батюшка Батюшка Почем Батюшка Лав Определенный Социальный Опрос Мы делали 500 Человек Поучаствовал В нем Предлагали Разные Названия Больше Молодежь Предложила Смежный Такой Вариант Батюшка Лав Батюшка Любовь Что Все-таки Люди Хотят Видеть От Священников Пастырскую Любовь Доброе Слово Поэтому Немножко Такой Смежный Вариант Батюшка Лав Батюшку Любовь Потому Что Нас Смотрят Не только В России Канада Америка Италия Германия Сербия Украина Таджикистан Таджикистан Очень Многие Страны Которые Смотрят Наши Эфиры И В том Числе Подписаны Почему Я должен Верить Тому Что Пишут В Библии Ее Ж Люди Писали По Вразумлению Божьему Где Гагарин Что Ее Не Отменили Где Гарантия А Гагарин Господи Простите Где Гарантия Что Ее Не Отменили Это Глупость Мой Родной Отменили Библию Библия Это 70 Книг Это Многотысячная История Отображенная Отображенная В летописи Скажем Так То Что Это Было Это Можно Верить Можно Не Верить Можно Не Верить Что У вас Бабушка И Девушка Были Иванов И Иван Иванович Вдруг Вас Родители Обманули Не Все Что Мы Можем Пощупать Это Неправда Совесть Вы Не Можете Пощупать Любовь Вы Не Можете Пощупать Счастье Вы Не Можете Пощупать Но Вы Можете Это Ощутить А Вот Верить Что Это Любовь Или Это Обострение Нервных Окончаний Мозга Это Уже Ваше Дело Привет Привет Патриарх Кирилл Роскоши Роскоши Не Роскоши Все В этой Жизни Относительно Вы Не Знаете Сколько Патриарх Кирилл Открыл Детских Домов Приютов Сотни Об Этому Никто Не Говорит Зато Мы Видим Какую Роскоши Вы Представляете Чтобы Вы Были Допустим Директор Газпрома И жили В однокомнатной Квартире В какой-нибудь Хрущевке Это бред Радуйтесь за людей Учитесь радоваться за людей А не Смотреть В какое-то Нечистое Белье Так Путин Малежик А Путин Мале Малефик Малефик Или просто Бесноватый Ладно Глупости Глупости Так Сказал Брать Брать Пример Друзья Мои Ну честно Устал Давайте Наверное Кто Какие вопросы Не задал Пожалуйста Напишите Мне в личку По возможности Я всем Скорее всего Голосом Отвечу Добавляйтесь Друзья Я обычно Когда добавляются Друзья Я все свои ссылочки Скидываю Где я В инстаграме В фейсбуке Вконтакте Добавляйтесь Друзья И где вам удобно Там будете Писать вопросы Ну и другим Батюшкам Также добавляйтесь У нас очень Хорошие Батюшки Которые Стараются Очень чутко Отвечать На ваши Вопросы Просто Я физически Все не отвечу Да и Поустам Прошу вас Ваших Святых Молитв С вами Борус Священник Константин Мальцев Это Наш С вами Проект Батюшка Лав Батюшка Любовь Приглашайте Близких Может быть Они все-таки Услышат Нужный ответ На Беспокоящих И в душу Вопрос И Они будут Благодарны Богу В первую очередь Может быть И помолятся О вас В знак Благодарности Просим Ваших Святых Молитв У нас с вами Началась Крестопоклонная Неделя Храни вас Господь Аминь Благодарю Благодарю Благодарю